Так, продолжаем, продолжаем наши, продолжаем наше замечательное обучение в области, в области работы с инстаграмом и попытки, скажем так, довести наши инстаграм-аккаунты до какого-то более-менее смысленного состояния, до состояния торговой площадки, а не просто какого-то непонятного детского творчества. То есть, чтобы сделать торговую площадку из вашего инстаграм-аккаунта, для того, чтобы в нем что-то было интересное и чтобы начать его как-то использовать, монетизировать и продавать что-то с помощью вашего аккаунта, надо сначала, во-первых, сделать интересный контент, добиться того, чтобы пользователи, которые заходят к вам в профиль, не убегали сразу же, чтобы им было интересно, они могли полистать, посмотреть прикольные картинки всякие, посмотреть, может быть, описание. И, соответственно, они у вас, чтобы оставались, лайкали, ну, как бы подписывались на ваш канал. И когда мы наберем достаточно большое количество пользователей, да, мы можем плавненько переходить к автоматической накрутке, к набору пользователей уже более хитрыми автоматизированными способами. И, соответственно, к уже продаже каких-то вещей через ваш аккаунт или продаже рекламы или, ну, еще всякие другие способы существуют, монетизации. На данный момент, ну, как бы у нас пока еще такой движухи нет, да, мы пока еще только наполняем наши каналы. И, соответственно, в данный момент нам надо правильно понять, каким образом контент может выглядеть в вашем канале, как он может быть оформлен и каким образом оно вообще может смотреться так, так, чтобы посетителям, которые заходят на ваш канал, было интересно, весело и прикольно. Наверняка вы обращали внимание, что на телефоне, когда, ну, на телефоне, когда открываете Инстаграм, да, то есть, ну, как бы ленту Инстаграмную, и, соответственно, вообще смотрите, как выглядит лента, вы можете переключаться в несколько режимов, режимов отображения. Режимы отображения нужны для того, чтобы вы могли выбрать для себя более удобный вариант, который, как бы, ну, для вас более понятен, более удобен. И, соответственно, когда вы включаете просто домик, вот этот слева, да, нажимаете, такой, так называемый, home page, ну, как бы, главная страница, то вы по умолчанию попадаете в ленту, где находится целая куча квадратных фотографий и, соответственно, с небольшими, коротенькими текстиками, которые вы можете, ну, как бы, с этот самый, можете просмотреть и прочитать. То есть, все это достаточно коротко, достаточно ярко и красиво и интересно, и за счет этого Инстаграм, собственно говоря, набрал довольно-таки много быстро подписчиков и набрал очень много разного рода, скажем так, популярности, разные каналы там набрали и разные люди, звезды и так далее, да, соответственно, вы очень быстро и легко можете подписаться на любого из людей, которые у вас есть, нажав кнопочку подписаться, да, есть там у каждого человека, или два раза щелкнуть на любой фотографии, и таким образом поставить лайк. Кроме лайков, вот у меня, например, я сам себя сейчас увидел, да, вот смотрю, допустим, на просто ленту пролистываю и смотрю, что некоторые наши замечательные специалисты, которые уже понимают, что такое партнерская программа, как она работает и каким образом можно, допустим, с помощью нее зарабатывать какие-то деньги, да, они начали уже публиковать в своей ленте какие-то красивые интересные картинки со ссылками на партнерские свои ресурсы, вот, и таким образом уже могут потихонечку зарабатывать и, соответственно, привлекать людей на те или иные проекты, партнерские ко мне, например, на сайт или какие-нибудь там другие партнерские программы, которые тоже доступны легко и которые вы можете подписаться и пропагандировать на своем, на своем канале, ну, на своем канале по Instagram-канале, вот, то есть таким образом мы создаем себе контент, и, соответственно, этот контент, когда выглядит красиво, ярко, интересно и каким-то образом, ну, как бы сделан по определенной какой-то схеме, по определенному алгоритму или, соответственно, каким-то, ну, является даже хотя бы картинками в одном стиле или одного цвета, это уже получается довольно-таки круто и интересно. Вот, смотрите, сейчас я просто здесь буквально, да, показать хотел такой небольшой, короткий, сейчас я тут у нас на бородиной залип что-то, смотрю, что она там делает. То есть мы можем увидеть достаточно легко, да, как выглядит хороший, качественный контент, если мы зайдем к любой современной диве какой-нибудь, да, там, фэшн диве и так далее, и, соответственно, у нее на канале можем посмотреть, как выглядят современные, там, допустим, современные Instagram-каналы и как они могут смотреться, допустим, по, ну, визуально. То есть мы можем взять пример с кого-то, да, и посмотреть, какие интересные решения они используют, и каким образом можно обыграть и оформить, там, свой канал и сделать его красивым, ярким и интересным. То есть, ну, чисто ради просто общего прикола могу показать, да, допустим, чем отличаются стилизованные фотографии. Например, да, вот купить оригинал, есть хороший каналчик такой симпатичный. Вот, он вообще отличный, отличный образец промо-канала, шоу-канала, как угодно, да, то есть это большой магазин, прям, сделанный в формате Инстаграма. Тут 15 тысяч подписчиков, и у него достаточно просто и понятно, вся обувь с одного магазина сфотографирована тяп-ляписто, но, тем не менее, у него на каждой фотографии налеплен вот такой замечательный, ну, как бы прозрачный штампик, да, и он, как бы, дает каждой вот этой страшной, уродской фотографии, дает определенный шарм такой, да, придает, и, соответственно, дает возможность человеку, который увидел эту фотографию, оценить и саму картинку, да, сам по себе ботинок, и, соответственно, что он где-то находится в магазине, и что он принадлежит какому-то конкретному продукту, ну, или какой-то конкретной компании, которая его продает, например, этот ботинок, да, и, соответственно, можно по каким-то хэштегам его найти. То есть, таким образом, вот эта стилизация, она, ну, как бы, добилась эта компания стилизации за счет вот этого штампика и за счет одинаковой подачи всех своих продуктов, да, то есть, подача выглядит, ну, как бы, более-менее узнаваемо, вот это уже немножко оно ушло в другую сторону, потому что это, как бы, из другой песни куплет, но вот, допустим, вот эти вот, да, все ботинки, которые здесь, они примерно в одном стиле сняты, и объявления о Черной Пятнице тоже где-то сделаны примерно одинаково. Вот, естественно, в этой ситуации, если мы сунемся к каким-нибудь другим ребятам, да, которые тоже более-менее считают себя брендированными и красивыми, то увидим, что здесь все прикольно иногда, а иногда не очень. Иногда как попало, снято, иногда собрано, не пойми откуда, какие-то странные картинки. То есть, вот такого рода каналы, в которых существует вот такая всякая разная, разномастная, ну, вот, то есть, хорошие красивые картинки, да, сочетаются вместе, ну, в одном канале встречаются вместе с какими-то, я не знаю, не совсем страшными, ну, короче, как бы они, тут можно выбрать хорошие красивые картинки, но есть и не очень хорошие, не очень красивые. То есть, вот это говорит о том, что канал ведет человек не один, скорее всего, а их несколько, и наверняка почти есть такие люди, которые в этой ситуации проявляют свой креатив и проявляют его не очень хорошо. Вот, тоже такой довольно-таки сумбурный каналчик, да, например, одинаково сделан и так далее. То есть, в принципе, здесь примеров очень мало, и найти, допустим, если я вот набираю фэшн, например, да, можно найти любой канал, который хорошо сделан, ну, вот, например, Мерседес Бенц, я люблю смотреть, у них хороший, интересный канал. Мы можем именно Мерседесовский канал сам по себе, да, у них здесь фэшн вик, ну, допустим, вот этот, скорее всего, какой-нибудь прикольный. Вот, коронный такой парень, Авезиан Артур, Артур вообще интересный, известный товарищ такой, да, это он и модель, и дизайнер, и достаточно известный мальчик. В широко, широко размазанных кругах московского фэшн, вот, и, соответственно, вот у него стильный канал, прикольный, яркий, и фотки со съемок, фотки с каких-то фэшн коллекций, с его интересных всяких, скажем так, луков, да, так называемых модельных и так далее. Вот, у него, в принципе, все это дело собрано очень хорошо, очень качественно, и примерно в одном стиле, одного цвета, одного, как бы, скажем так, с одной одинаковой подачей, и обратите внимание, насколько хорошо и активно чередуются у него планы, да, то есть, если вы хотя бы какое-то отношение имеете к дизайну или, например, к видеопроизводству или к фотографии, то вы понимаете, что разного рода планы, да, план – это крупный план, например, вот лицо, да, или там крупный план здесь в данный момент – это ноги, средний план или какие-то детали, которые вот, например, да, если их чередовать, если делать то лицо, то ноги, то голову, то целый город, то какую-нибудь картинку вкусную, да, то в этой ситуации вы можете получить довольно-таки интересный визуальный ряд именно вот на, в рамках вот этого, ну, как бы, в рамках того визуала, который дает сам Инстаграм при просмотре на компьютере или при просмотре на телефоне. То есть, если вы обратили внимание, на телефоне это выглядит как, ну, лента, да, ваша лента, которая у вас есть, ну, как бы, ваша лента или лента ваших, ну, как бы, пользователей, которые вы, которых вы рассматриваете или вам интересны, да, она выглядит как квадратик 9х9 и, соответственно, как этот квадратик, ну, как бы, ой, 9х9, 3х3 – это 9 красивых ярких картинок, которые, например, при заходе в любой профиль, да, если вы заходите в профиль любого человека, то вы видите сразу же 9 картинок и его описание этого профиля и аватарку, и, ну, какие-то, скажем так, ну, больше, в принципе, ничего и не видно. То есть, то, что вы видите на экране прямо в тот момент, когда вы открыли только профиль, они, эти 9 картинок – это, как бы, тот визуал, которым, в принципе, привлекается любой человек, который попадает на ваш профиль. Вот, поэтому, как они выглядят, как выглядят эти 9 картинок последних – это вот как раз и есть важная тема, важная часть сегодняшнего, ну, я не сказал бы, что урока, ну, просто вот такой коротенькой лекции. То есть, визуально мы можем оформить наш канал как-нибудь неожиданно, необычно, нестандартно с помощью вот этих 9 картинок, которые мы видим визуально на нашем экране, когда мы только-только заходим на, ну, как бы, люди заходят на наш экран, ну, первый, да, и видят вот эти картинки. Прикол в том, что в Инстаграме эти картинки расположены таким образом, что они могут представлять из себя одну конкретную, ну, как бы, картинку. Сейчас я их разделю на всякий случай, чтобы было видно. И, то есть, вот таким образом, с помощью программы XR Designer я создал 9 абсолютно одинаковых квадратиков, да, которые залиты битмапом, так называемой картинкой, и, соответственно, я могу использовать, вот, ну, набрал просто какое-то количество зимних картинок красивых и осенних. Вот, и с помощью этого нехитрого приема я сейчас могу сделать два интересных блока, которые посвящены, допустим, осени и посвящен там зиме. Каким образом это делается? То есть, я сделал вот 9 одинаковых по размеру изображений, да, 9 квадратиков. Они, как бы, пофиг, какого они размера, в программе XR Designer важно не размер физически этого квадратика, а его пропорции, да, то есть, в данный момент у меня размер, физический размер этого квадрата получился 255 пикселей, 255 на 255. При экспорте я могу его указать любого размера, и, если вы помните, размеры раньше были 680 на 680 в Инстаграме давно, да, два года назад, и потом они ввели 1240 или как-то так у них был максимальный размер сейчас, 2048 пикселей можно сделать по длинной стороне. То есть, можно очень большую картинку забабашить в Инстаграм, только пользы от этого никакой не будет, потому что никто ее никогда не увидит и не поймет, что она крутая и навороченная. Там, если вы помните, да, картинки в Инстаграме не увеличиваются, и то, что вы видите на экране, все это то, что вы видите, больше нет. Вот, только на компьютере можно посмотреть вариант побольше, и если мы, например, хотим увидеть максимальную по качеству картинку, да, вот видите, какие симпатичные девочки с размазанными, с размазанными на все лицо помадой, вот, то мы теоретически можем вот эту картинку стырить, ну, как бы напрямую с Инстаграма картинки сохранять нельзя формально, да. То есть, формально это не изображение, это фон какого-то фрейма, и, ну, формально мы его не можем поймать никогда, да, ну, где его взять-то, как его скопировать. Вот, но если мы посмотрим элементы, которые содержат эту картинку, да, и, соответственно, мы можем там найти где-нибудь в каком-то месте эту картинку обнаружить и, соответственно, ее каким-то образом обыграть, ее потырить. Вот, чтобы вот так не мучиться, да, не искать в коде, не колупаться, там, не смотреть, где это что, вот. Существует такой браузер Макстона, о котором я уже говорил, да, и в нем можно использовать так называемый снифер. Снифер – это вот здесь прямо сразу же находится такая волшебная штучка. Она сама ищет все картинки на этой странице, которая открыта в данный момент. И по размерам, да, например, если мы сортируем просто по размерам все, что найдено на этой странице, да, выбираем вот здесь картинки, выбираем по размеру и, соответственно, можем посмотреть. Просто мышкой наводим на любую из ссылок и видим, какая у нас получилась, ну, какая картинка, да, выглядит таким образом. То есть вот мы можем, ну, например, вот я там нашел, например, вот такую картинку, которая симпатичная, и, соответственно, пощелкав на этой картинке, я могу выбрать ее непосредственно уже, ну, как бы открыть ее оригинал. Оригинал находится на одном из подсайтов Инстаграма, их уже очень много, это домен, который дополнительный, да, дополнительный сервер, который содержит только картинки без ничего, вот, то есть, ну, контент-сервер так называемый, да, и адрес этого сервера, он может быть очень длинный и вот такой вот замысловатый. Вот, ну, в данной ситуации я могу зато рассмотреть эту картинку, сделать ее там покрупнее, поинтересней, побольше, и, соответственно, рассмотреть ее какие-нибудь детали. Все картинки, которые сейчас выкладывают московские ребята, да, всякие девчата, они, как правило, не очень большие по размеру, потому что, ну, как бы смысла нету огромные выкладывать, но если мы на этой странице найдем какие-нибудь большие картинки, да, по 100, по 150 килобайт размером, которые, то мы можем убедиться, что некоторые инстаграмные звезды, ну, как бы, не чураются выложить большущую картинку, вот такую огромную, да, и, соответственно, порадоваться, что у них картинка довольно-таки большая, яркая, интересная. Вот, и таким образом мы можем просто вот с помощью снифера, с помощью, вот видите, пижамки кто-то выложил здоровое, мы можем понять, что картинки большие выкладывать не обязательно, соответственно, в том шаблоне, который я делаю, да, размер картинки не очень большой, и когда я буду экспортировать, я выберу размер, например, там, 800 на 800. Этого более чем достаточно для того, чтобы картинка выглядела хорошо, красиво, качественно, и вполне она будет не очень большая по размеру, и довольно-таки четко детализована, ну, с точки зрения, ну, как бы, чтобы понять, как она, насколько красивая там картинка получается и так далее. С помощью этой программы XARA дизайнеры или фото и график дизайнеры вы можете сделать такой отличный, красивый, интересный блок из 9 картинок, да, для того, чтобы украсить вашу страничку. То есть самый простой, самый примитивный из вариантов, да, это мы выбираем любую картинку, которую, ну, мы только что, мы их натырили, этих картинок, я их сюда напихал много разных, и, соответственно, просто по цвету, выбирая, да, выбираю самые синенькие сначала, то есть вот наиболее, наиболее синие, наиболее такие, скажем так, разномастные картинки, то есть я пока просто выбираю картинки без каких бы то ни было, это мы уже использовали, вот это, да, теперь, без каких там, без изменений каких-то, да, просто выбираю картинки сами по себе и, соответственно, заполняю мои квадратики, Которые у меня здесь есть Этими картинками То есть, казалось бы, все просто Ничего сложного в этом нету И, соответственно, а, пардон, здесь надо ягодки И, соответственно, вот таким образом Я просто буквально за 2 секунды За 3, да, собрал Очень красивый, интересный Калажик, который вполне себе достоин Быть на моей странице И будет выглядеть круто и интересно Даже если я вот прям в таком виде оставлю И больше ничего делать не буду Соответственно, я, ну, я как бы так и собирался сделать Потому что мне нравятся эти картинки Я их искал достаточно активно, да, выбирал И, соответственно, можно их увеличить Можно подвинуть там и сделать Каким-то образом там сделать, допустим Какие-то детали конкретные, да, использовать Или там, например, поменять местами Вот мне, например, эта палка темная здесь посредине не нравится Да, я могу вот так вот передвинуть эту картинку Увеличить ее, использовать только какой-то конкретный вариант Который мне с нее нужен Могу повернуть и, соответственно, использовать вариант Тиллинга, так называемого, да, заливки Ну и так далее То есть таким образом вы создаете просто визуал какой-то Который вам нравится Который интересен по структуре И каким-то образом по динамике Перекликается с соседней картинки Обратите внимание Динамика в этой ситуации Сейчас покажу, каким образом выглядит То есть мы берем вот так вот, да Какой-нибудь там красивый листочек, например Сейчас я покажу И этот листочек у нас каким-то образом перекликается По каким-то характеристикам графическим с соседней картинкой Это важно, потому что если вы так не сделаете Оно у вас будет все это дело в разнобое очень смотреться И будет очень грустно выглядеть Не красиво и не интересно То есть в данный момент я заориентировался, например, по вот такой штуке Сейчас я покажу, нарисую По такой очень простой конструкции Которая является в данной ситуации визуалом Она является графической доминантой Если так можно назвать Это диагональ, которая идет от одного угла к другому То есть вот у меня есть, грубо говоря, три по три Три блока по три картинки И в этой ситуации я могу использовать вот эту диагональ Для создания какой-то атмосферы Для создания определенной динамики У каждой из картинок, которые я вот здесь пытаюсь На моем вот этом триптихе объединить То есть я нашел диагональ, которая у меня есть в каждой картинке Например, вот такая, такая и вот такая Здесь диагональ не такая четкая, но она тоже видна И таким образом с помощью вот одной простецкой линии И довольно-таки нехитрого такого, скажем так Сейчас, что-то у меня лишнее тут Сейчас, секунду У меня еще там лишняя взялась штучка Таким образом, да, с помощью нехитрого абсолютно инструмента То есть вот так вот я беру, использую, да, например, этот инструмент И здесь точно так же нахожу какую-нибудь диагональ Которую здесь пока не видно Ну вот можно так ее, например, да, обыграть таким образом Здесь диагональ тоже у меня есть, вот она Соответственно, если мы вот так ее обыгрываем И вот здесь мы можем тоже найти какой-нибудь вариант диагонали Да, например, какую-нибудь веточку расположить диагонально Или, ну сейчас, секунду, я лишние объекты поудаляю Вот, то есть таким образом мы создаем Очень простой и очень понятный динамический рисунок Который каким-то образом, ну хоть как-то сильно или не сильно Здесь, кстати, можно подвинуть это немножко Я погорячился, можно найти другую диагональ Вот, отлично, солнышко у нас получилось на линии И, соответственно, таким образом, очень просто, очень легко Мы создаем композицию, которую человек никогда не поймет Что она сделана по какой-то четкой диагонали Но, тем не менее, он видит какие-то элементы Которые повторяются, которые каким-то образом пересекаются Ну, как бы с его, ну, короче, каким-то образом Составляют гармоничную какую-то движуху, да Какую-то там длинную гармоничную линию Или еще что-нибудь такое, да И, соответственно, если мы здесь палочку вот эту возьмем Сейчас, которая у нас здесь есть, да И вот эту палочку возьмем, мы повернем И посмотрим, как будет выглядеть наша картинка Если мы повернем эту палочку То есть, вот таким образом создается динамический Довольно-таки резкий динамический перепад во всех картинках Мы можем вот так это все обыграть И, соответственно, вот эта линия, которая у нас была вспомогательная Я ее удаляю Все, казалось бы, ничего такого сложного не произошло Ничего такого замысловатого мы сильно не сделали Но в то же время мы получили очень красивый визуальный ряд Синенькие картиночки такие Смешанные и ярко-красные со снегом И в каждой из этих трех композиций Существует определенный динамический вот такой Как бы штрих, да Сейчас я это подвину, потому что она здесь, лист вылез чужой И таким образом мы создали вот эти картинки И в данной ситуации, да, мы понимаем, что, ну, вроде бы симпатичные картинки Все классно Сейчас я лишнее поубираю То есть мы все задействовали же, да Это есть, это есть, это есть Все, все есть У нас осталось, а, нет, мне осталось все 9 картинок Отлично То есть вот таким образом мы можем их обыграть И, соответственно, получить довольно-таки красивые, интересные картинки Но Объясню идею, да, концепцию саму То есть все эти 9 картинок, они не несут никакой абсолютно информации Они несут информацию буквально такую, что вот, типа, зима настала Ой, как здорово, как классно И давайте мы будем там пользоваться, не знаю, зимней обувью Или каким-нибудь образом поедем кататься на снегоходах Или еще что-нибудь такое наподобие, да То есть мы можем в данной ситуации вот этот блок весь целиком использовать Как рекламный блок Или, например, его каким-то образом обыграть Как можно это дело обыграть? Мы можем сюда забабашить совершенно простым и банальным образом Да, вот так вот, например, используем картиночку, которая с этим самым Как его называют-то? С инием, да, или с какими-нибудь красивыми С какими-нибудь красивыми и симпатичными узорчиками Или еще чем-нибудь, да То есть мы можем, допустим, часть вот этой картинки, которая Которая у нас есть задействована в рамках этого всего безобразия Так, сейчас вот так сделаем И, допустим, перекрасим нашу внешнюю точку Например, какой-нибудь тоже цвет синенький Все Вот таким образом мы создали фон для нашего специального предложения Это мы можем здесь подвинуть, чтобы было ножки видно у деревьев Да, ну или можно даже вот так вот прям сильно подвинуть Соответственно, таким образом мы задали ту самую динамику, которая у нас есть Мы динамику эту можем продолжить вот таким образом здесь Уже не диагональю, а горизонтальной линией, да То есть мы опушку леса, или как ее нам назвать, начало этого леса И совместили с началом другого леса Но лес разный, поэтому картинки получились прикольнее Соответственно, здесь у нас красивые листочки, которые мы тоже там обыгрывали И которые до сих пор сохраняют ту самую диагональ, которую мы сейчас уже не то чтобы потеряли, но она уже не такая явная стала Все, таким образом мы задали какой-то блок на этой всей картинке, который привлекает сразу внимание И на который мы можем написать любой текст, который мы можем там Сапоги Сейчас, секунду Сапоги пишем То есть, ну это такой вот раз, вот неожиданный такой тонкий рекламный ход Ну так получилось Надо нам, например, сапоги отрекламировать Ну дал нам магазин, который с сапогами, да, денег дал, например Сапоги, например, скидка, там, не знаю, 60% Или здесь, например, сайт Сапоги Сейчас, секунду Точка, ру Сейчас, мышка заедает периодически Все, сапоги.ру, мы его делаем не такой толстый Сейчас меняем шрифт красиво И, соответственно, чисто для того, чтобы человек, который заходит на вашу страницу А, ну ладно, давайте, не будем это дело нагружать Заходит на вашу страницу, например, да, Extra Light Вот такой используем Он видел сразу же всего два слова И больше ничего То есть, он видит слово сапоги, например И слово, и сайт сапоги Все, больше у него ничего нету, не видно И больше он ничего не может определить Ну, сами понимаете, что мне сапоги, слово мне нафиг не нужно Мне на женское дело меня интересует То есть, в данной ситуации Так, сейчас мы пишем дело Вот таким образом будет выглядеть Один вариант На одной картинке Мы текст должны разделять здесь Почему? Потому что вот эта картинка, которую вы видите И эта картинка, это разные картинки Они загружаются по По мере сил и возможностей Да, ну идеальный вариант это все делать, конечно, ночью И достаточно быстро Чтобы у вас в ленте у других людей Это все не разбежалось Вот таким образом выглядит сайтик И, соответственно, я могу использовать этот вариант Вот так вот Все, то есть я не использую здесь домен Ой, не использую рекламу Не использую фирменный стиль Не использую никаких там элементов Малинового там какого-то яркого цвета и так далее Да, как выглядит у меня обычно логотип Но не потому, что я не хочу этого использовать И делать Да, а потому что я хочу его поставить вот сюда То есть, ну вот таким хитрым образом Мы просто делаем сразу визуальный Такой интересный яркий ряд Который выглядит довольно-таки неплохо И, соответственно, который дает возможность Человеку быстро и легко сориентироваться И понять, что в этой ситуации он попал на сайт женского дела Допустим, да То есть мы женское дело можем сейчас вот это взять здесь И вот так вот переписать Сейчас у меня кот пришел Пришел помогать Там за ноги меня кусает Утро говорит, надо вставать То есть вот, учись и работай Women's Work И, соответственно, здесь мы пишем Женское дело Но уже, допустим, там Купрумом, да Тем самым шрифтом, который мы обычно используем Вот, то есть Ну, я понимаю, что сейчас Немножко все это может быть запутано Опять, как обычно Но, тем не менее, вы можете понять Что такого рода конструктив Который я сейчас создал Да, я специально его делаю из пустого места Прям без всяких там заготовок дополнительных и так далее Чтобы вы могли точно понимать Что, в принципе, это все делается довольно-таки легко И, как бы, этот вариант Вариант оформления Он доступен вообще всем подряд Пожалуйста, вы можете делать точно так же И таким образом вы получаете Очень красивую, очень интересную, яркую картинку Из вашего канала, да Из вашего профиля И, соответственно, такого рода подборки Вы можете делать бесконечное количество раз Сколько угодно Вы можете делать не по 9 штук, а по 3 И, соответственно, эти по 3 Ну, как бы, по 3 картинки, да Они будут выглядеть, ну, более-менее прикольно Даже интересно Вот, соответственно, это мы делаем поменьше Чтобы оно не привлекало сильное внимание И, соответственно, опускаем чуток все это пониже Вот И сам логотип женского отдела Я тоже, допустим, там могу сдвинуть Сгруппировать, сдвинуть пониже Все, то есть вот таким образом я создаю достаточно простую и понятную Конструкцию, да Она, ничего сложного в ней нету Она достаточно проста и логична И в этой ситуации, как бы, мы получаем довольно-таки неплохое и интересное Ну, как бы, оформление нашей странички Если я все это дело сейчас экспортирую И сейчас, кстати, наверное, я так и сделаю Экспортирую и получу из этого всего, да 9 отдельных картинок Я могу каждую из этих картинок загрузить определенным образом Ну, то есть обыкновенно загрузить в мой профиль На этом сайте, да На Инстаграме И, соответственно, вот эти все картинки мы увидим на моем профиле Соответственно, если вдруг, неожиданно, абсолютно, да Вы подумали и решили, что неплохо было бы, чтобы ваш профиль был суперфирменным, красивым, ярким и интересным И продвигал какой-то термин или, не знаю, там какой-нибудь товар или какую-нибудь вещь Вот, вы можете таким образом создать целых 9 блоков, да, сразу же И полностью всю страницу занять вот этими 9 блоками Если вы все-таки поскромнее или ваши концепции какие-то другие, ну, не знаю, там другие какие-то мысли, да По этому поводу у вас существуют То вы можете просто дублировать эту же самую всю тему, да, повыкидывать лишнее И, например, использовать всего 6 такого рода квадратов, ну, как бы блоков, да, скажем так И использовать их для того, чтобы, допустим, более аккуратно, более, вот так вот, например, женское дело Учись и работай, все И сайт Women's Work То есть мы одну единственную картинку обыгрываем таким образом, как, ну, как бы, как рекламную А вокруг картинки, которые вокруг находятся, они будут у нас не очень рекламного характера И в данный момент я хочу это сделать из осеннего, скажем так, из осенней тематики, да То есть мы берем, мы используем, например, вот такую картинку красивую Я не знаю, что это, но какие-то пузыречки классные Вторая картинка у меня будет здесь, тут с камином, например, или с какой-нибудь листвой Вот она, листва наша замечательная Тут эта листва остается Это здесь мы сделаем красивый, яркий закат, или не знаю, что это такое Тут у нас будет, сейчас у меня кот кусает вообще бипец Вот так, вот здесь у нас кофе красивое с плюшкой какой-то И, соответственно, вот здесь у нас камин, да, красивый тоже То есть, ну, такой уют, такой домашняя атмосфера и все такое Вот, книжка То есть, таким образом я очень быстро, очень легко создал довольно-таки неплохую атмосферную подборку Ну, красивых, ярких, интересных картиночек, которые могут выглядеть довольно-таки круто Если даже мы их чуть-чуть немножко обработаем, да, должным образом Сделаем там поярче, потемнее, поконтрастнее, цвета добавим и так далее То в этой ситуации мы можем получить довольно-таки интересные, яркие, красивые картинки Для того, чтобы все они между собой довольно-таки неплохо там смотрелись, да, и как бы перекликались И в то же время, чтобы они давали возможность оценить атмосферу и оценить тот, ну, ту тему, которую вы хотите продвинуть, да Как бы там, ну, как бы красоту, не знаю, там, или все что угодно, да То, что у вас там в голову взбрело, вы можете взять и использовать вашу фантазию, например, да Или ваш какой-нибудь там, не знаю, что хотите, можете использовать В общем, короче, для того, чтобы создать такого рода яркую, красивую картинку Вы можете использовать просто картиночки, которые найдены в поиске Найдены с помощью, ну, вот, обыкновенного поиска, да Вы можете здесь выбрать цвет любой Например, набрать слово не иния, а какое-нибудь там слово осень И, соответственно, выбрать цвет конкретный, да То есть цвет мы можем выбрать оранжевый И Яндекс ищет картинки оранжевого цвета, довольно-таки активные Вот, и если нам нужен неожиданный, допустим, какой-нибудь здесь супер-мега-пейзаж какой-нибудь Вот, или там какой-нибудь позитивный ежик То мы можем точно так же, да, найти эту картинку Взять ее и использовать для того, чтобы придать романтизма нашему коллажику То есть вместо каких-то банальных кленовых листьев обычных, да Я могу сюда поставить ежика, и он придаст атмосферу всей этой концепции Этому всему, всему этому коллажу Коллажу, не знаю, как назвать То есть вот таким образом, да, у нас появился персонаж прикольный И он яркий, интересный и красивый То есть это все найдено с помощью очень простых инструментов С помощью Яндекс.Поиска и поиска по картинке И, соответственно, если мы сейчас немножко добавим резкости Этому ежику, он будет выглядеть прикольнее и круто Вот, естественно, все картинки можно объединить каким-то образом Можно объединить по какому-то принципу, да Например, там, не знаю, тыкву добавить Или наоборот, листочки какие-то цветные И так далее То есть можно посмотреть, вон, кошка замечательная Можно посмотреть, найти в поиске много отличных всяких разных решений Красивых, качественных и интересных, да И, соответственно, ну, допустим, давайте попробуем поменять, например, замороженные листья, да Которых тут еще, по идее, не должно быть Ну, они создают другую атмосферу Неправильную, не теплую осеннюю атмосферу А уже какую-то зимнюю, холодную Все, вот такие листочки будут гораздо более интересны И, ну, намного более приятная атмосфера от них, да В кадре, и, соответственно, мы можем их использовать Для того, чтобы каким-то образом поддержать геометрическую композицию Горизонтальную, да, обратите внимание То есть мы можем использовать, ну, допустим, пусть они так вот и будут Горизонтальную мы здесь не используем Диагональ в этой композиции Ну, хотя, по идее, у нас от ежика Через вот эти баночки и через эти листья Диагональ мы можем проследить вполне нормально Вот Диагональ – это не единственное решение Вы можете использовать любые другие, да И, как бы, вот, например, вот таким образом Объединить, например, два светлых пятна И так далее То есть можно очень много вещей, как бы, обыграть И эти, ну, как бы, вещи, которые вы обыгрываете, да Можно тем или иным образом, ну, как бы, собрать эти картинки между собой И будет у вас вот такая, например, неожиданная композиция То есть вот видите, да, здесь у меня Ну, сейчас я ложку тут что-то погрячился То есть у меня торт влепился в какое-то красивое яркое питон на соседней фотографии Вот, то есть и таким образом мы можем создать еще один красивый яркий коллаж Который будет не из девяти картинок, а из шести И, соответственно, только одна из этих картинок будет более-менее рекламного характера Остальные будут просто, ну, как бы, создавать ей обрамление и так далее Здесь же можно добавить для общего понимания Для того, чтобы вы понимали, что эта картинка одна, общая И она, ну, каким-то образом там перекликается И, соответственно, вы, ну, как бы, создаете одну общую красивую яркую картину Вы можете сделать это вот таким образом Например, да, совершенно банально Создав вот такую неожиданную кривулину Ну, просто кривую линию, любую, какую угодно И, соответственно, эта кривая линия будет идти не по одной фотке, а по всем сразу Сейчас, вот так, например, да Если добавить толщину этой линии, какую-нибудь достаточно большую И использовать, например, любую кисть, которой у нас в наличии, по-моему, сейчас у меня нету здесь Да, у меня, к сожалению, с кистями тут пока проблема, они выключены Соответственно, ну, допустим, просто даже кисточку любую, да, сделали и все Вот, если сделать ее прозрачной И, например, создать еще одну точно такую же линию Например, гораздо меньше, вот там, 8 Ну, просто две линии, да и все, да То есть, таким образом мы создаем достаточно простой геометрический Ну, как бы, геометрический примитив Который идет по всем вашим картинкам сразу, одновременно То есть, таким образом вы просто создаете Ну, как бы, графический элемент, который каким-то образом перекликается И который выглядит как общий элемент на всех картинках сразу То есть, если мы вот так и, например, вот так сильно увеличим это дело, чтобы они Все, и еще одну линию нарисуем, которая вот такая Все, у нас получилось несколько линий, которые начинаются и заканчиваются Не пойми где и непонятно как И эти линии, они достаточно, ну, как бы, спокойно пересекаются друг с другом И каким-то образом пересекаются еще со всеми вашими красивыми картинками И, соответственно, со всеми элементами, которые вы здесь использовали То есть, вот таким образом мы просто совершенно случайно, да Ну, случайным образом, случайными какими-то кривулями Мы создаем, ну, как бы, дополнительную, там, не знаю, графическую атмосферу на вашей картинке И эту атмосферу мы можем каким-то образом потом обыграть То есть, это визуал, который, ну, можно их, кстати, все То есть, сейчас у меня пока нигде попало нарисовано Можно их сюда вот использовать Нарисовать на всех картинках сразу Ну, как бы, вот так, например, да, там обыграть, не знаю Вот, и в этой ситуации Сейчас еще вот так, например Какое-то количество элементов повторяющихся, да Которые будут примерно в одну сторону идти И этот логотип, если сделать сверху То у нас будут вот такие довольно-таки странные Какие-то, ну, довольно симпатичные, ну, странные вещи, да Допустим, есть, которые пошире, есть, которые поуже Например, там, 4-5 пикселей, но зато оно более яркое, например То есть, вот так создается такой странный геометрический рисунок Который у нас тут присутствует И таким образом мы делаем связь между этими картинками Я вот эту картинку, вот этот, как бы, зимний вариант, да Сейчас попробую экспортировать И вот этот вариант тоже И вы можете увидеть в моем профиле, который, ну, как бы Наш рабочий профиль, это Anna Anna Women's Work И, соответственно, он у вас наверняка есть в друзьях И вы можете зайти посмотреть, как выглядят вживую Вот эти картинки, которые мы только что наделали на нашем уроке Таким образом вы можете создавать потрясающие, красивые, интересные, яркие Калажики, которые будут в вашем профиле выглядеть круто, весело и интересно И, соответственно, вполне можете обыграть любую тему Осеннюю, там, ну, свои игрушки какие-то красивые, которые вы делаете Или какие-то картины Или любые какие-нибудь интересные, яркие вещи, там, места, не знаю, события Все, что угодно абсолютно, да То есть, калаш такого вида и размера, он очень прикольный Очень классно собирается в кучку, красиво И можно его использовать для того, чтобы он был прекрасным украшением вашей странички Естественно, можно использовать не одну картинку Например, точнее, не так, не две картинки, а одну, да Ну, сейчас, смотрите, самый простой вариант То есть, я беру и использую в данный момент, допустим, два квадратика занимаю И закрашиваю их одной картинкой Которая будет, сейчас, секунду Да, что ты Которая будет определенным образом сочетаться, допустим Сейчас, секундочку Отказывается работать по-человечески Вот Ты чего? Хулиган Что-то не работает Случается иногда такая ситуация Сейчас Так, пум-пум-пум Вот, заработало То есть, мы можем взять одну картинку и растянуть ее, да Скажем так, сразу на два квадратика, например Это тоже прикольное и неожиданное решение Которое вполне доступное и которое вы можете использовать Таким образом у вас получится, например, можно здесь какую-нибудь пизанскую башню поставить Или какой-нибудь определенный, там, красивый вертикальный рисунок Например, вот такой И, соответственно, вы можете его обыгрывать именно таким образом Что это вертикальный рисунок, который, ну, как бы, визуально выглядит именно как одно единое целое И таким образом вы создаете довольно симпатичную, красивую, яркую картинку Которая является частью вот этого общего коллажика Но в то же время визуально выглядит, как будто бы это одна единственная картинка Она растянутая, ну, там, таким образом, да, по вертикали Ну, или по горизонтали, может, точно сам так же можно сделать То есть, ну, простор для экспериментов огромный Вы можете экспериментировать сколько угодно Естественно, все эти картинки будут выглядеть странно Когда вы их будете смотреть в ленте, да, в длинной такой ленте Когда вы листаете одну за другой картинки Но визуально в вашем профиле, когда человек только заходит в ваш профиль Это будет выглядеть довольно-таки круто, стильно и интересно Все, до новых встреч в ближайшее время Еще будет много всяких разных подобных фишек И много еще будет разговоров по поводу нагона народа По поводу монетизации, по поводу того, как настроить магазин и так далее Все эти вещи мы будем рассматривать обязательно Но пока вот этого достаточно для того, чтобы вы могли уже проводить эксперименты И делать шоты не просто в одиночку, да, не по одному шоту, а по несколько И делать не самостоятельно, а просто искать хорошие, красивые, качественные картинки в интернете И с помощью них собирать вот такие яркие, прикольные коллажики Все, до новых встреч в ближайшее время Спасибо за внимание Я еще не раз и не два перед вами выступлю по этому поводу Спасибо за внимание Спасибо за внимание